За последнее время отмечается рост психических расстройств у детей, детский аутизм, задержка психо-рычевого развития, тики, детские неврозы. Хочу предложить вашему вниманию применение препаратов Power Matrix в амбулаторной практике, ну, первый опыт. Случай первый. Ребенок. Мальчик 5 лет. Наблюдается с диагнозом последствий раннего органического поражения центральной нервной системы, задержка психо-рычевого развития, гипердинамический синдром с дефицитом внимания, стереотипиями и нарушением поведения аутистического спектра, эмоционально-волевые нарушения. Наблюдался у психиатра с трехлетнего возраста. Проводилось лечение в различных клиниках города Москвы с привлечением логопеда, психолога. Применялись различные методики. Томатиз, биоакустическая коррекция, микрополяризация мозга, питание с коррекцией витаминно-минерального состава пищи. Существенной динамики не наблюдалось. При осмотре ребенок физически развит. Инструментальные методы обследования, электроэнцефалография, электрокардиография, УЗИ внутренних органов без патологии. Ребенок гиперактивный, неусидчив, бегает по комнате с криком, стереотипией в виде постукивания игрушкой по губам с вокализацией, залезает на стол, кровать, прыгает не переставая, контакту недоступен, на замечания не реагирует, отзывается только на голос мамы, не разговаривает, самостоятельно не есть, кормит с ложечки мамы. В таком состоянии ребенок с мамой вынуждены уехать из Москвы и прекратить лечение. Проведено обследование на аппарате фирмы «Имедис». Выявлены высокие степени психо-вегетативной и психической нагрузки, вирусная нагрузка, цитомегаловирус, паразиты, оксиурин, дефицит витаминов и микроэлементов. Проведено соответствующее лечение с коррекцией питания. В связи с отсутствием положительного эффекта от предыдущего лечения были назначены препараты «Пауэр Матрикс». Матрикс «Церебрум» нейроны для стимуляции функций нейронов и рецепторных связей между нейронами. Матрикс «Церебрум-2» мелатонин в связи с наличием нарушений сна, не может заснуть долго, просыпается рано. Матрикс «Релакс» в связи со страхами, боится темноты, оставаться один в комнате, гиперактивность в нарушении сна. Дополнительно принимают витаминно-минеральные комплексы. Такое лечение проводилось на фоне приема психотропных средств возрастной дозировки один раз в день по назначению психиатра. Ребенок находится под наблюдением один месяц. На фоне лечения отмечается положительная динамика. Он стал спокойнее, реже бегает, реагирует на замечания, фиксирует взгляд на короткое время при разговоре, выполняет инструкции, просьбы, улучшился сон, стал более управляемым. По-прежнему не разговаривает, произносит звуки, пытается произносить «мама» при настойчивой просьбе. В настоящее время занимается с логопедом и психологом. Учитывая тяжесть и особенности заболевания и короткий курс применения препаратов, делать окончательные выводы рано. Но наметившаяся положительная динамика на фоне приема препаратов «Матрикс» вселяет надежду на успех. Лечение продолжается. Случай второй. Женщина, 1949 года рождения, жалуется на головные боли, головокружение, тошноту, общую слабость, шаткость при ходьбе, шум в голове, слабость в левой руке, повышенное артериальное давление. В апреле 2016 года перенесла геморрагический инсульт с проливом крови в желудочковую систему с левосторонним гемипорезом. Сопутствующий диагноз – ишевическая болезнь сердца, атеросклеротическая болезнь сердца. При осмотре отмечается слабость в левой руке со снижением силы до 3-3,5 баллов, шаткость при ходьбе и в позе Ромберга. Координаторные пробы выполняют с промахиванием слева, походка с шаткой, неуверенный общий фон настроения снижен, тревожность. При дополнительном обследовании на магнитно-резеренции томограмми головного мозга в остром периоде заболевания признаки внутричерепной гематомы в области базальных ядер. При дуплексном сканировании сосудов головы признаки склероза сосудов и внутричерепной гипертенции. Проводилось лечение с применением препаратов, назначенных неврологом. Ноотропные, антиоксиданты, гипотензивные. И в настоящее время рекомендовано перейти на препараты Power Matrix. Назначены были такие препараты MatrixCerebrum, MatrixCerebrum-1, Coronar и Cardin по стандартной базовой схеме. Осмотр пациентки через месяц лечения в состоянии больной удовлетворительное. Настроение хорошее, мышечная сила в руке наросла, координаторные пробы выполняет уверенно, стала ходить увереннее. Рекомендовано продолжить лечение. Повторный осмотр еще через месяц. Состояние удовлетворительное, контакту доступно, свободно, оптимистично настроено. Мышечная сила в руке до 4,5 баллов. Походка уверенная, свободно занимается домашними делами. При осмотре через полгода состояния прежние, отрицательной динамики нет. Головные боли не беспокоят. Сохраняется легкая слабость в левой руке. Посторонней помощи не нуждается. Контрольное исследование головного мозга на МРТ и дуплексное сканирование сосудов головы без отрицательной динамики. Дальнейший прием препаратов прекращен по инициативе пациентки. Отмечается дополнительная положительная динамика на фоне приема препаратов, снижающих артериальное давление. В последующем пациентка еще дважды провела курс лечения по одному месяцу. И сейчас, в данное время, в поликлинику обращается для коррекции лечения гипертонической болезни и осмотра невролога без отрицательной динамики. Больная активно занимается домашней работой, воспитывает внуков, не нуждается в постороннем уходе. Случай 3. Пациентка 1959 года рождения. Жалуется на постоянные головные боли, распирающего, пульсирующего характера с усилением в утренние часы. Было окружение боли в шейном отделе позвоночника, а не менее в руках, повышенная утомляемость, ухудшение памяти, неустойчивый сон. Болеет с 1990 года после перенесенной черепно-мозговой травмы в результате дорожно-транспортного происшествия. Имеет группу инвалидности третью. Наблюдается в поликлинике с 2015 года. При анализе амбулаторной карты отмечается частая декомпенсация, состояние с обращением за медицинской помощью 4-5 раз амбулаторно и 1-2 раза стационарное лечение за последние 3 года. В неврологическом статусе рассеянная микросимптоматика, вегетативная лобильность, неустойчивое артериальное давление, ограничение движений в шейном отделе позвоночника, головокружение при наклонах головы и слабость астенизирована. На электроэнцефалограмме отмечается изменение биоэлектрической активностью общего мозгового характера. На магнитно-резонансной томограмме признаки атрофии вещества мозга в лобной и кименной областях. На дуплексном сканировании сосудов головы признаки атеросклероза и асимметрии кровотока 62% в бассейне позвоночных артерий. С 2017 года начат прием препаратов Матрикс Целебрум, Матрикс Целебрум 1, 2, Матрикс Коронар, Матрикс Реликтум. Препараты принимались по базовой схеме в течение 2 месяцев. На фоне лечения состояние улучшилось. Головные боли стали беспокоить меньше, головокружение не отмечают, а не менее в руках нету. Улучшился сон. Обращаются в поликлинику 1-2 раза в год для профилактического лечения и подтверждения группы инвалидности. Заключение. Несмотря на небольшой опыт применения препаратов Матрикс Пару, следует отметить следующие положительные качества. Эффективность этих препаратов. Отсутствие противопоказаний. Возможность длительного применения препаратов без отрицательного воздействия. Сочетается с традиционными методами лечения. Для детей важно, что препараты не имеют запаха, вкуса, не имеют ограничения по времени приема препарата. Широкий спектр препаратов в наличии системных, дренажных, органных специфических. Что позволяет врачу применять эти препараты при различных патологических состояниях.